Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно Плюс в студии Михаил Зайцев. Сегодня мы расскажем. Деньги или бумажки? Как эксперты выявляют фальшивые банкноты? Вселенная интернета. В Гродно приехала интерактивная выставка о всемирной паутине. Попасть к врачу без очереди. Регистратура Гродненской городской поликлиники номер 3 заработала по новому методу. Уложить соперника на лопатки. Открытый турнир по вольной борьбе памяти героя СССР Дмитрия Карбышева собрал в Гродно более сотни спортсменов из пяти стран. Рисуем вместе. В фестивальном показали выставку, созданную детьми с ограниченными возможностями. За последний месяц на врачей городской поликлиники номер 3 от пациентов не поступило ни одной жалобы. Все благодаря новым подходам в организации работы регистратуры, которые были здесь внедрены в рамках реализации проекта «Заботливая поликлиника», направленного на создание комфортной среды для пациентов и самих медицинских работников. Теперь регистратура – это не одно-два окошка, возле которых с утра до позднего вечера собирается толпа, чтобы заказать и получить талон, а четыре исправно работающих и тесно связанных между собой компонента – администрация, справочная, картохранилище и колл-центр. На сегодняшний момент организовано три потока. Это лечебный поток, неочередной поток и здоровый поток. Для этого организованы соответствующие кабинеты. Это доврачебный кабинет, кабинет дежурного врача и кабинет неотложной помощи, для того, чтобы пациенты сразу же попадали от администратора для получения медицинской помощи или какой-либо другой информации. Между звеньями одной цепи установлена тесная связь. К тому же у сотрудников регистратуры больше нет смежных задач. Каждый на своем месте выполняет конкретную работу. В администрации распределяют потоки пациентов, в справочной производят предварительную запись, сообщают нужную информацию, в картохранилище следят за передвижением карточки по кабинетам и возвращением ее на место, а в колл-центре отвечают на звонки. В городской поликлинике номер три обслуживается более 50 тысяч пациентов, и некоторые из них уже успели оценить новые подходы в работе. Поликлиникой я пользуюсь с дня ее основания. И раньше было вроде бы хорошо, но сейчас после ремонта шикарно стало. Очень удобно брать талончики. Всегда вежливые, всегда прекрасно, чисто, уютно. В общем, я очень довольна нашей поликлиникой сейчас. Деньги. Как специалисты выявляют фальшивые деньги и сколько купюр можно проверить всего за один час? На эти и другие вопросы нашла ответы наша съемочная группа. На этих кадрах две купюры иностранной валюты. Одна из них фальшивая. Вот так с первого взгляда определить, какая из них не настоящая, нельзя. А вот если взять в руки, то вполне вероятно, что по тактильным ощущениям станет понятно. Однако не всякий человек задумается о том, что, к примеру, в магазине ему выдали фальшивку. Антон Ганенко – старший эксперт. С денежными банкнотами работает три года. Конечно, при начальном осмотре может определить, что есть что, но все-таки привык перестраховываться. Ультрафиолет, лупы, микроскопы – его помощники. За один час опытный эксперт может проверить больше тысячи купюр. У нас есть водяной знак и в поддельном билете есть, и в настоящем. То есть мы смотрим, ага, каким способом изготовлено. Либо это что-то, ну, каким-то красащим веществом, либо тиснение. Были интересные случаи, что нам присылали 500 рублей белорусских. Тогда еще, ну, в обиходе их не было, но они были изготовлены предприятием, были нормальными. Просто в банке усомнились в том, что могла такая купюра ходить. К слову, в этом году белорусский рубль в Гродно никто не пытался подделать. Были случаи в самом начале, после деноминации. Тогда заумышленники, говорят эксперты, не сильно старались. В топе были двадцатки, которые они просто печатали на принтере. Мол, купюры новые, мало кто обратит внимания. Куда интереснее мошенникам работать с иностранной валютой. 70% всех подделок – доллар в приоритете сотки. На втором месте 50 евро, замыкают тройку лидеров – тысяча и пять тысяч российских рублей. Американцы вкладывают большие суммы и силы в разработку новых средств защиты. Сейчас им удалось изобрести 3D-синюю полоску. Пока, со слов специалистов, ее никому не удавалось подделать. Вместе с тем, злоумышленники все основательнее подходят к своему делу. Развиваются технологии, значит, развиваются и методы создания фальшивых купюр. Если рассматривать такие грубые, можно сказать, подделки, то это электрофотографическое лазерное устройство и струйные принтеры, которые можно купить в любом магазине и при помощи данных устройств напечатать денежный билет. Что касается типографского оборудования, это тоже другой класс совершенно злоумышленников. То есть это и другие затраты на изготовление денежных билетов. Каждый денежный билет поддельный, он включает свою совокупность методов, которые применяет изготовитель для выполнения отдельных реквизитов. То есть все красочные изображения денежного билета могут быть выполнены разными способами. То есть сочетание типографских способов и применение полиграфических методов именно принтерных устройств печатающих. На экспертизу попадает все, что имеет специальные средства защиты. Деньги, водительское удостоверение, документы и штампы. Например, здесь человек в течение нескольких лет намеренно исправлял даты, когда должен вернуться из командировки. Но только мало кто учитывает, что все удаленное остается в структуре бумаги. Истину узнать легко. Пара специальных предметов, и все становится не таким уж и тайным. Это касается и завещаний, когда приходит тот самый момент деления наследства. Она одной из внучек своих завещала, условно говоря, не буду говорить точной суммы, например, тысячу долларов. Но вторая внучка узнала, что одной тысячи, а ей материальные средства, не денежные билеты, а холодильник, печь, она решила затереть этот ноль, и получилось, что сто долларов. И уже принесли нам это завещание, и мы посмотрели под микроскопом, под нашей приборной базой, под ультрафиолетом, и обнаружили, что, оказывается, первоначально было тысяча долларов. Установить подлинность купюр или документов несложно, тем более это случается у нас не так часто. Фальшивомонечество строго карается законом ограничения свободы от 2 до 5 лет или лишения свободы от 2 до 7 лет. Чаще всего о ненастоящих деньгах узнают случайно, например, в банке, когда приходит их менять. Поэтому специалисты рекомендуют обращать внимание на стандартные вещи, водяные и номерные знаки, чтобы не стать жертвой фальшивомонеччиков и не выбросить деньги на ветер. Яна Милищенко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. Интерактивная выставка «Вселенная интернета» открылась в Гродно. Экспозиция работает в детском филиале Гродненской областной библиотеки имени Ефима Карского по улице Советской. Надежные пароли, вирусные сайты и программы, полезная информация и что можно размещать в своих профилях, а мимо чего лучше пройти – обо всем этом школьники узнают за считанные минуты. Интерактивная выставка «Вселенная интернета» – это несколько зон, которые рассказывают об истории интернета, о том, как вести себя в социальных сетях, что можно размещать, какую информацию можно о себе размещать в соцсетях, какую не стоит, как защищать свои гаджеты от вредоносных программ. И все это подано в интерактивном таком формате, в интерактивной форме, чтобы дети, играя, больше запоминали ту информацию, которую мы хотим им донести. Выставка была представлена в Минске, Гомеле и Витебской области, сейчас на очереди Гродно. На открытии с детьми общается известный белорусский телеведущий и певец Георгий Колдун. С самого начала проекта, посвященного безопасности детей в интернете, он проводит с ребятами мастер-классы и тренинги. В игровой форме рассказывает, как из глобальной сети взять только нужное и не навредить себе. «Дети бывают абсолютно разные, дети бывают более подготовленные, менее подготовленные. Некоторые даже знают больше, чем мы в каких-то вопросах пользования интернета. Но мы просто для них пытаемся систематизировать знания. Я даже когда подготовился к подобным, скажем, к урокам, к этим экскурсиям по вселенной интернета, я некоторую дополнительную информацию даже для себя открывал. То есть мне вообще нравится учиться, получать новую информацию интересную какую-то. И я пытаюсь в какой-то в этой же, наверное, форме, в такой интересной, чтобы ребята что-то запомнили. Информации уже огромное количество. И самое главное, мусором каким-то себе голову не забивать. Но есть важные вещи, которые надо знать». Больше, чем за год, вселенную интернета посетили около 11 тысяч ребят. В Гродно она будет работать до середины февраля. Вход свободный, нужно только предварительно зарегистрироваться. Дети – это часть информационной среды, причем самая уязвимая. Поэтому, безусловно, чем больше детей посетят выставку, тем более просвещенными в этой сфере они станут. «Интернет пронизывает сегодня, наверное, все сферы жизни. Дети, учащиеся – это наиболее уязвимая категория граждан. Поэтому он, конечно же, направлен на обучение их в определенной степени, обучение безопасному пребыванию в сети интернет, обучение безопасному пользованию теми гаджетами, которые сегодня есть, их защите и грамотному использованию». Открытый турнир по вольной борьбе памяти героя Советского Союза генерала Дмитрия Карбышева прошел в Гродно. На ковер зала борьбы по улице Врублевского вышло более сотни спортсменов из пяти стран. Сражались за первенство как новички, так и настоящие звезды из Украины, Польши, Литвы, Латвии и Белоруссии. Немало борцов на турнире представило город Гродно. Подробности в репортаже Аллы Внучко. Гроднинский борец Даниил Амельянчик перед открытым турниром по вольной борьбе тренировал свою силу по максимуму. Впервые он вышел на ковер в 7 лет. В 17 завоевал бронзовую медаль на континентальном первенстве по вольной борьбе среди кадетов в Сараево. Юный спортсмен не сомневается, это только начало. Впереди его непременно ждут и новые вершины. «Из достижений, наверное, самое значимое – призер Европы по кадетам в 2016 году. Трудно, но все впереди. Я мечтаю, что достигну своих целей. И результат, чтобы был Европа, мир, Олимпиада. Порствует труд, надеюсь, все будет». Турнир по вольной борьбе памяти героя Советского Союза Дмитрия Карбышева проходит в Гродно уже в 52-й раз. Основная задача соревнований – подготовить ближайший резерв национальной сборной страны. Условия для этого на данном первенстве созданы просто идеальные. Сильные соперники – серьезное судейство. «Мы сейчас планируем национальную команду на следующий год. Соответственно, все молодые ребята, которые хотят заявить о себе в будущем, должны отбороться эти соревнования. Тем более, что согласно норме Министерства спорта, за победу и за серебряную медаль в этих соревнованиях присвоиваются звания мастера спорта Республики Беларусь». Девушек среди борцов более чем в три раза меньше. Но каждая из них по силе духа и воли к победе ничуть не уступает парням. У каждой из участниц турнира свои спортивные достижения и планы на будущее. Заслуженный тренер Республики Беларусь Леонтий Фурса, который является родоначальником спортивной борьбы на Гродничине, званый гость турнира. Он, как всегда, внимательно следит за ходом каждой схватки. Оценивает приемы, проводимые спортсменами. И уже давно пришел к собственному выводу. Женщина на борцовском ковре – это не только эмоционально, но и действительно серьезно. Я вот сколько лет уже наблюдаю. Они даже более такие азартные и по характеру, если сказать, более злые даже в борьбе. Они проявляют себя, когда они вот это женский укол нежный, но в борьбе они проявляют агрессивность. Это вот бывает. И даже, может быть, у них характер злее, чем у мужчин на соревнованиях. Мы это наблюдаем как-то в эти моменты. У каждого участника открытого турнира, независимо от пола, уровня подготовки и страны проживания, была возможность проявить себя, почувствовать радость победы, закалить силу воли. Участие в открытом турнире – это еще и отличная подготовка к чемпионату Беларуси по вольной борьбе, который стартует в январе 2020 года. Алан Ачко, Виталий Рубанов, Новости, Гродно+. И в продолжении спортивной темы. Футбольный клуб «Неман» продолжает игры в чемпионате Беларуси. В воскресенье 24 ноября гродницы проведут последнюю домашнюю игру сезона. В рамках 29-го тура на поле центрального спортивного комплекса «Неман» желто-зеленые примут футбольный клуб «Энергетик» БГУ. Приглашаем прийти и поддержать нашу команду. Начало матча в 14.00. В выставочном центре фестивальной показали выставку, созданную детьми с ограниченными возможностями. Это совместный проект Центра медицинской реабилитации детей-инвалидов и больных детей психоневрологического профиля, гродненских художников и консульства Литвы. Этот проект в Гродно проходит уже во второй раз. Художник Александр Сильванович проводит с особенными детьми занятия, где учит их рисовать или пить. Мне тоже очень интересно, потому что тут, конечно, идет такая взаимоотдача. То есть я им стараюсь как-то помочь в реализации каких-то своих замысел, какие-то очень простые задания даю, какие-то ходы и с юмором, и с разной техникой исполнения, чтобы не утомлять деток, то есть немножко полепили, немножко порисовали, сделали какие-то там юмористические открыточки, там еще что-то там, из глины полепили, например. Для них это тоже такой новый опыт. Этот опыт дает видимые результаты. Дети начинают общаться, они занимаются увлекательным делом. Многие медики отмечают, вовлечение в творческий процесс положительно влияет на психическое состояние детей. Каждый ребенок хочет быть счастливым, каждый ребенок хочет, чтобы к нему подошли и сказали хорошее слово, помогли, похвалили. А то, что их учат, они говорят, на, к нам художник пришел. Это вот здорово так звучит, это позитивно для этих детей, для родителей, которые приводят к нам детей. В проекте принимает участие литовская сторона. Они поддерживают развитие идеи, поскольку в Литве подобных проектов намного больше. Их результаты заметны, а значит, у гродницев есть хорошая база, где можно перенять опыт. Мы рады, что мы можем принимать участие в этом проекте, так как это является одним из целей сотрудничества по развитию. И мы рады, что с этим проектом мы могли показать всем не только рисунки детей, но, наверное, самое общество детях, которые являются не такие, как все. 30 ноября в литовском городе Друскиненкай состоится открытие парка рождественских елочек. Жители Гродненского региона приглашаются на городскую площадь, где пройдет праздничная ярмарка с вкуснейшими угощениями и многочисленными забавами для детей и взрослых с участием сказочных персонажей. Парк елочек будет радовать гостей до 12 января. И в завершении выпуска еще одна информация. В связи с плановыми профилактическими работами на передающем оборудовании и антенномачтовых сооружениях, завтра, 21 ноября, с 9 до 15.00, будет произведена остановка эфирной трансляции радио- и телевизионных программ, в том числе вещание телеканала «Гродно плюс» и радио МФМ 105.0. И в завершении выпуска информации от нашего партнера. Мой МТС – удобное приложение, с помощью которого можно самостоятельно решать многие вопросы обслуживания без звонков в колл-центр и походов в салоны связи. Приложение позволяет отключать и добавлять услуги, видеть количество трафика, минут и СМС. А если установить виджет на экран смартфона, баланс всегда будет перед глазами. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by. Поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру 77-33-04. А я прощаюсь с вами и желаю приятного отдыха на «Гродно плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова